В ночь на вторник у площади Блюхера водитель Тойоты Короны премию едва не стал жертвой троих клиентов, которых он взялся подвезти в южный микрорайон. Ему удалось спастись внезапным бегством, бросив машину. Приятеля шофер взял на борт с обочины дороги у дома одежды. В том, что поездка будет проблемной, таксист заподозрил с самого начала. Все началось с требования не попадаться на глаза полицейским, которые дежурят на стационарном посту на площади Ленина. Шофер напрягся, но просьбу выполнил, свернул раньше на Пушкина. Дальше пассажиры стали диктовать маршрут, который автолюбителя не устроил. Я через Лобоскую не захотел ехать, потому что там и дороги, ну вот здесь яма большая. И что-то мне как-то странным показалось, что он резко так маршруты менять начал. Я говорю, ты уже определись. Он такой, я тебе сейчас говорю, в глаз воткнул, и стоит вот эта хрень вот эту вот здоровую. Типа, видал какая у меня, говорит, штуковина есть. Предмет, описанный потерпевшим как штыревой замочный ключ или что-то похожее на отвертку, преступник уткнул в шею водителя и попытался остановить корону селектором скоростей. Шофер мгновенно мобилизовался и, выдернув ключ из замка зажигания, рванул прочь. Позвонив в полицию, таксист продолжал наблюдать за тем, что происходит в машине. Она арендована, и судьба иномарки пользователю была отнюдь не безразлична. Двое что-то делали на водительском месте, а третий сделал попытку догнать шофера, чтобы забрать ключи. Когда таксист вернулся к машине, наблюдал бегство преступников. Те, похоже, поняли, что патрули уже в пути. Гоняться за нападавшими потерпевшему настоятельно не рекомендовал дежурный, который не прерывал контакта со звонившим. Автомобиль остался совершенно цел. Водитель настоял на приезде оперативной группы. Попытку разбойного нападения будут расследовать официально. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Склярова и Виталий Векслер.